Добрый вечер, в эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария, в студии Беслан Суидимов и в начале, коротко, о главных темах выпуска. Те деяния, которые там происходят, они противоколечные. Депутаты парламента Кабардино-Балкария обеспокоены ситуацией на Украине. Женский праздник, мужские заботы. Именно те цветы, которые она хотела. Прекрасная половина человечества принимает поздравления и подарки. Другая игра. Новая команда Нальчикского «Спартака» обещала не разочаровать болельщиков. Сегодня в адрес женщин звучат поздравления. Пару часов назад в ГКЗ состоялись собрания общественности и праздничный концерт, посвященный Международному женскому днём. Виновницы торжества встречали цветами прямо у входа в концертный зал. Поздравить женщин и ещё раз подчеркнуть их роль в жизни общества пришёл временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков. От всей души поздравить вас с замечательным праздником, Международным женским днём 8 марта. Сегодня мы адресуем вам чувство искренней признательности за любовь и душевную теплоту, славим вашу красоту, мудрость и терпение. С вами связаны вечные и самые дорогие для нас ценности, свет родного дома, уважение к старшим, любовь к родине. Невозможно представить сегодня Кабардино-Балкарию без активного участия женщин во всех областях жизнедеятельности. Есть профессии, в которых роль женщины особо значима. Это профессия учителя и врача. В их добрых, заботливых руках находится самое ценное богатство, здоровье, образование, духовность нашего народа. Сегодня мы чествуем женщин, работающих в научных областях. Их тонкая женская интуиция и пытливый ум прокладывают пути к научным открытиям. Женщины сегодня достойно представлены в сфере управления государственными и общественными делами. Могу с уверенностью сказать, что во многом благодаря этому с каждым годом усиливается социальная составляющая политики, сохраняется гуманный облик власти. И мы намерены обеспечить их более активное участие в деятельности всех органов государственной власти. Особую признательность и благодарность мы адресуем нашим дорогим женщинам-ветеранам. Их боевые трудовые свершения золотыми буквами вписаны в историческую летопись в Кабардино-Балкарии. Поздравляем женщин-деятелей культуры и литературы, театрального и музыкального искусства, наших замечательных спортсменок, которые привносят в нашу жизнь духовность, нравственную и физическую красоту. Словом, от всей души поздравляю женщин всех профессий, без которых наше общество просто не могло бы существовать. И, конечно, особая благодарность и поздравление женщине-матери, выполняющей великую миссию рождения ребенка. А когда у женщины много детей, она по-настоящему счастлива. Ныне у нас в Кабардино-Балкарии более 17 тысяч многодетных матерей, 52 из которых воспитывают 10 и более детей. Их материнский подвиг заслуживает самого искреннего восхищения и уважения. Дорогие женщины, мы в полной мере осознаем высокую ответственность, которая возложена на органы государственной власти и управления, чтобы в это непростое время облегчить груз тягот и забот, выпавших на вашу долю. Мы делаем и будем делать все, чтобы жизнь женщин Кабардино-Балкарии была комфортнее и счастливее. Забота об этом остается важнейшей задачей власти и одним из приоритетных направлений политики нашего государства. В этот предпраздничный день примите, дорогие женщины, пожелания крепкого здоровья, мира, доброты, благополучия, процветания родным и близким, любви и согласия в ваших семьях. Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всем вам сопутствует удача. С праздником вас, дорогие женщины! В последние торжества продолжились концертные программы с участием профессиональных самодеятельных творческих коллективов, а в завершении состоялась церемония награждения. Почетных званий удостоены женщины, отличившиеся в разных сферах жизнедеятельности республики. Сегодня, уже временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков, встретился с генеральным почетным консулом Итальянской республики в Южном и Северокавказском округах Пьер Пауло Лодиджиани. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в ходе встречи обсуждены перспективы двухстороннего сотрудничества в сферах АПК, энергетики и туризма. Юрий Коков заявил о заинтересованности КБР в расширении деловых отношений с итальянскими партнерами, наращивании участия в совместных проектах, прежде всего в области переработки сельхозпродукции. Кабардино-Балкария намерена развивать имеющуюся санаторно-курортную базу, туризм и альпинизм. Италия в этом сегменте является мировым лидером, и ее опыт был бы полезен республике. Консул, в свою очередь, назвал Кабардино-Балкарию одним из перспективных внешнеэкономических партнеров, с которым итальянская сторона готова поддерживать проекты в различных областях. Обе стороны подтвердили готовность к поиску новых возможностей для развития эффективного взаимодействия. К другим темам. Российский Совет Федерации поддержит решение референдума Крыма о присоединении к России в случае, если большинство крымчан выскажутся «за». Об этом сегодня на встрече с главой Крымского парламента заявила спикер Верхней Палаты Валентина Матвенко, сообщается на сайте СУФФЕДА. Делегация из автономии прибыла в столицу России сегодня утром. Матвенко подчеркнула, что проведение референдума – это высшая форма воли изъявления граждан и обычная международная практика. Сенатор выразила восхищение мужеством руководства Крыма, которое не встало на колени перед чужими политическими интересами. Напомню, что парламент Крыма в четверг принял решение о вхождении автономии в состав России и перенес референдум о расширении прав республики на 16 марта. Ну а между тем, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отменил решение о референдуме в автономии. Сегодня указ об этом опубликован на президентском сайте. Турчинов также озвучил, что Верховная Рада будет инициировать роспуск крымского парламента. Его спикер Владимир Константинов в свою очередь заявил, что блокировка властями Украины баз данных избирателей не помешает выражению народной воли, сообщают информагентства. Ну а ситуации в Украине говорили сегодня и в парламенте Кабажном Балкаре. Депутаты высказали обеспокоенность происходящим в соседнем государстве. Спикер парламента КБР отметил, что на территории Украины проживают, в том числе, кабардинцы и балкарцы, и быть равнодушными к их судьбе нельзя. Депутаты выразили надежду, что в ближайшее время общественно-политическая и социально-экономическая стабильность в этой стране будет восстановлена. Депутатский корпус желает, чтобы эти антиконституционные действия нынешних властей, непризнанных украинским народом, вернулись в конституционное поле. И на Украине провели общенародные выборы и установили украинскую власть на основании референдумов. Еще одной из главных тем обсуждения заседания президиума парламента стали крупные налогоплательщики, работающие на территории республики и отчисляющие внушительные суммы в госказну. По мнению законодателей, они должны иметь дополнительные преференции по налогу на прибыль. Это позволит привлечь в Кабардино-Балкарию инвесторов. На заседании также рассмотрены законодательные инициативы коллег из других регионов. Продолжаем выпуск. В воскресенье начнется весенняя часть первенства футбольной национальной лиги. В преддверии старта руководители и игроки Нальчихского «Спартака» встретились с болельщиками команды. В межсезонье клуб пережил нелегкое время, был на грани расформирования. Но положение удалось выправить, и Нальчане продолжат выступление в российском первенстве. Мы прошли достаточно термистый путь, чтобы сохранить команду. Вы все в курсе, как это все проходило. И каждый раз, в зависимости от обстоятельств, мы принимали на сегодняшний день, как жизнь показывает, как время показывает, правильное решение. Я хочу поблагодарить, в первую очередь, футболистов Нальчихского «Спартака». Тех, кто сделал очень весомый шаг, шаг на списание 50% задолженностей по заработной плате, по премиальной. Обращаюсь к ним, хочу сказать спасибо вам. Сменилось руководство клуба и тренерский штаб, но в команде остались такие игроки, как Давид Сирадзе, Руслан Абазов, Алексей Степанов, Алихан Шаваев и другие. Появилось много молодых перспективных футболистов. Главный тренер Хасамби Биджиев обещал болельщикам, что «Спартак» приложит все силы, чтобы не разочаровать их. Достойно подготовить спортивную арену к предстоящему первенству постарались и работники Нальчихского стадиона. Еще в феврале был включен подогрев сегодня, как отмечают специалисты, зеленый газон практически в идеальном состоянии. На трибунах заменили сиденья, провели профилактику осветительных матчей. Итак, 9 марта в 17 часов матчем с Хабаровской «Скай-Энергии» в Нальчике стартует футбольный сезон. И считанные минуты остаются до церемонии открытия Паралимпийских игр Сочи-2014. В ней задействовано около 5000 человек, в том числе и молодежь из Кабардио-Балкарии. Студенческий хор Северокавказского государственного института искусства отправился в Сочи еще на прошлой неделе. Как говорят организаторы, по размаху грандиозности выступления действие должно затмить предыдущую церемонию в Ванкуле. А вот по продаже билетов на игры Россия опередила Канаду. Вице-президент оргкомитета Сочи-2014 Александра Костерина сообщила, что уже продано около 300 тысяч билетов. В ближайшие 9 дней будут разыграны 72 комплекта медалей в пяти видах спорта. В соревнованиях примут участие 1650 спортсменов из 45 стран. Талисманами игры стали Лучик и Снежинка. И в завершении выпуска мы вновь возвращаемся к Международному женскому дню. Для мужчин это, пожалуй, самый серьезный праздник. Мы просто обязаны обеспечить в этот день заботу и максимум внимания прекрасной половине человечества. И надо признать, с этой задачей справляемся не всегда. Сегодня, с самого утра, мои коллеги Адама Базов, Тахир Дадуев и Осман Казаков ищут на улицах Нальчика ответ на один единственный вопрос. Как угодить женщине и возможно ли это в принципе? Удалось ли его найти, узнаем прямо сейчас. Давайте будем откровенны. Если 364 дня мы их загоняем в бутылку, то хотя бы один день они не могут. Хотя нет, уже один день это много. Поэтому 8 марта надо отменять. Час икс настал. До этого самого трудного для нас мужчин дня остались считанные часы. Мы судорожно мечемся между сувенирными магазинами и цветочными ларьками. Хотя каждый из нас знает. Пандари женщине миллион аллых роз, а она попросит одну, но белую. Как-то я выбрал то количество, которое она хотела. Именно те цветы, которые она хотела. Я ей подарил. Две минуты. Нет, это что-то не то. Я еще что-то хочу и начинаю отыскать. И потом угадай, что она на самом деле хочет. Ну мы купили посуду и цветы, пускай. Женские подарки купили. А сколько времени у вас на это ушло? Два дня. Два дня. Всегда вспоминаю самый, по-моему, мудрый народ. Это китайцы. У них есть удивительная легенда. Бог взял несколько лучей солнца. Красоту лебедя. Ну а потом, извините, упрямство осла. Там характеры, гадюки и так далее. Все это он перемешал. Вот и получила женщина. Мы стараемся, трудимся. А им все равно. Мало внимания. Не ценят нас. Хуже всего то, что 8 марта всегда приходит неожиданно. Вроде только вчера получил традиционные носки и пену для бритяна 23 февраля, так уже твоя очередь дарить подарки. И проблема совсем не в деньгах и потерянном времени. Сложнее всего понять, зачем нам все это делать. Ведь им все равно не угодишь. С другой стороны, если бы не 8 марта, мы, мужчины, наступление весны, наверное, даже не заметили. А главное, решились бы повода хоть раз в году. Сказать нашим матерям, женам, сестрам и детям о том, как мы будем. Главное сегодня не совершить фатальных ошибок в выборе презента. Но знаем ли мы, чего не стоит им дарить ни при каких обстоятельствах. Предметы для готовки пищи, для уборки дома. Сработаешь все связано, что сработать тяжелое. Что нельзя дарить, я думаю, что зачем женщинам дарить спиртное, вино, бутылки и прочее. А если она любит выпить? Это плохо, если она любит выпить. Тогда надо отнимать у нее бутылку. Мы иногда даже не замечаем, как требовательны к ним. А ведь это мы придумали стандарты 90-60 на 90, загнали их в спортзалы, посадили на измирительные диеты и уверены, они должны отвечать нашим представлениям о женской красоте. При этом, кто из нас, даже при наличии внушительной округлости в области талии, готов отказаться от кружки пива или прожаренного бифштекса? Трудно ли быть женщиной? Мнение прекрасной половины человечества на этот счет вполне предсказуемо. Конечно, да. Но что об этом думаем мы, мужчины? Ну, я даже не знаю. Да, наверное, так же, как и мужчины. Какой бы он олигархом не был, глава семьи, это, безусловно, благополучие семьи, мне кажется, женщина играет большую роль. А если реально, в глубине души мы уверены, что нам труднее в жизни. Мы добытчики и охотники. На деле давно приложили на их хрупкие плечи груз ненавистных нам житейских проблем. Нам некогда вбить гвоздь, зато всегда есть время для серьезного разговора в кругу друзей. Там, где мы, мужчины, продираемся к истине, перепробовав все возможные, даже немыслимые варианты. Они полагаются исключительно на свою женскую интуицию и оказываются правы чаще, чем нам хотелось бы. Конечно, 8 марта непростой для нас день, но как бы нас не изводили ваши капризы, именно за них мы вас и любим. Исполняя ваши желания, мы чувствуем себя настоящими мужчинами. И все наши мытарства с подарками накануне праздника ничто в сравнении с одной вашей улыбкой. И если пока шел сюжет, вы улыбнулись хоть раз, то наш сегодняшний труд был не напрасно. Мужская часть коллектива Вестей Кабардино-Балкарии поздравляет всех женщин республики. И пусть ваши желания исполняются не только 8 марта, но и в остальные 364 дня в году. Мне остается только присоединиться к этим пожеланиям мира, добра, благополучия и любви всем женщинам Кабардино-Балкарии. И на этом служба информации завершает свою работу. До встречи на Телеканале России. Раян. Продукт особой натуральности. Ленар Оптик. Теперь и на Ашурова, 22. Большой выбор медицинских оправ, солнцезащитных очков и контактных линз. Телефон 97 88 37. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства. Всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон 12 стульев представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон 12 стульев. Мебель для жизни. Добрый вечер. Метеовести от Фобос. На территории республики ожидается облачная с прояснениями погода, местами туман. В Зольском районе Пасмурно днем около ноля. У подножия Альбруса облачно с прояснениями и 1 градус тепла. В Тернаузе Пасмурно плюс 6. В Баксане, Чигеме и Норткале небо также затянут облака до 5 тепла. В Майском и Прохладном метеопараметры схожие. В Терском облачно с прояснениями плюс 5. В Лискенском Пасмурно плюс 3. Тучи сгустятся и над Кашхатау. В Нальчике сквозь облака Робко проглянет солнце. Воздух прогреется до 4 градусов тепла днем. Ночью плюс 2. Это все о погоде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин